Здравствуйте! Меня зовут Лара Хаметова и сегодня нам с вами будет чем заняться. Я часто слышу от своих знакомых, я не умею рисовать и поэтому никогда не возьму краски и кисти в руки. Но я считаю это несправедливо. Для того, чтобы сделать красивую вещь, вовсе не обязательно умеете рисовать и быть настоящим художником. Вот посмотрите, есть блюдо, еще вчера на нем лежали мандарин. Есть кусок красивых обоев. И мне очень нравится рисунок на нем. Предлагаю сделать следующее. Мы возьмем один из элементов этого рисунка и перенесем его на тарелку. Вырезаем достаточно крупный элемент. Его должно быть видно на блюде. Этот элемент будем использовать и как трафарет, и как образец для цвета. Здесь ничего не нужно изобретать. Все уже придумано. Нам останется подобрать только очень похожие цвета, смешав акриловые краски. Я вырезала такой кусок рисунка, который мне показался эффектным и не очень сложным. Моя задача теперь с помощью карандаша перенести контур рисунка на тарелку. Теперь одна из самых сложных частей этой задачи. Надо потрудиться и перенести завитки на рисунок. Можно поступать поэтапно. Глядя на образец, я повторяю контур рисунка. Получаю что-то свое. Дословно это повторить, конечно, невозможно. Но тем и лучше. Речь ведь не идет о плагиате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Трафарет распадается на части, а рисунок на подносе становится все больше и больше. Когда мы перевели рисунок, пора приступать к раскрашиванию. Это похоже на работу с детской переводилкой или трафаретом. Так, надо подобрать цвет. Смотрим на кусочек. Видим оранжевый цвет слоновой кости, красную охру и немножко золота или бронзы. Но это кому что больше нравится. Будем смешивать краски на палитре, стараясь получить приблизительно нужный цвет. Выкладываем на палитру краску. И приступаем к работе. Основной тон у нас оранжевый. Смешиваем его с белилами, чтобы получить более плотный цвет. И приступаем к окрашиванию. Для начала выполним общий фон. По нему ляжет краска более темного тона. Продолжение следует... Краска перекрывает карандашную линию, но не полностью. И рисунок можно угадать под ней. Продолжение следует... Продолжение следует... Фон сделали, теперь начинаем тонкую прорисовку деталей. Теперь, расписывая блюдо, я могу ориентироваться на выбранный мой рисунок, а могу отступить от него. Здесь главное, нарисовать как можно больше завитков, точек и венделей. И тогда мы получим замечательный восточный рисунок. А элементы можно подглядеть и на кускет бумаги. Ну вот, рисунок практически завершен. Осталось добавить у него немножко блеска. Для того, чтобы этот блеск появился, берем бронзовую краску. Субтитры подогнал «Симон» Ну а теперь, чтобы сделать этот рисунок еще более сложным, будем использовать контур. Контуры разных цветов. Выберем золотой, можем взять серебряный, бронзовый. Этим контуром будем выставлять точки там, где нам понравится. Точечная роспись, когда точки заполняют всю поверхность, называется техникой point-to-point, точка за точкой. Мы будем использовать элементы этой росписи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и все. Контуры мы использовали бронзовые, золотые, серебряные. Получили очень богатый рисунок. И для этого совершенно необязательно уметь как следует рисовать. С вами была Лара Хаметова. Удачных вам экспериментов! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!